МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале Енисей телепроект «Наше здоровье». Каждую неделю мы рассказываем о медицинских новинках и технологиях, которые доступны всем жителям Красноярского края. О проблемах, которые волнуют каждого, кто следит за своим здоровьем и красотой. Сегодня выпуски. В 13 регионах России зарегистрированы случаи свиного гриппа. Как обстоят дела в Красноярском крае? Краевые ученые внедрили новый метод лечения гнойных заболеваний. Как он работает и кому уже спас жизнь? Лучший участковый терапевт. С обладателем этого почетного звания ознакомимся в рубрике «Профессионалы». В канун Нового года хирурги Краевого перинатального центра провели сложную операцию новорожденному. Они спасли малышку с редким пороком развития. Проблема была еще и в том, что врачей от ребенка отделяли более 200 километров. Подробности этой необычной истории прямо сейчас. Наша женщина оказалась в Назарово. И мы понимали, что сложность заключается именно в расстоянии проектирования этой помощи. Сложность еще заключается в том, чтобы поместить все эти органы обратно в большую полость. У них всегда хватает объема в большую полость. Значит, суждено было нам выжить все-таки. Вот так, философски и с улыбкой на лице, сегодня Любовь Губина вспоминает один из самых значимых дней в своей жизни. День, когда на свет появилась ее младшая дочь. Врачам Краевого перинатального центра буквально чудом удалось спасти ее ребенка. Еще в утробе матери у малышки диагностировали порок – гастрошизис. Кишечник малыша выходил наружу. Раньше статистика была очень печальная, и дети с рожденными пороками, с такими, зачастую погибали. И погибали не из-за сложности порока, а именно погибали из-за недоступности проекцирования этой высокотехнологичной помощи там, где рождались эти дети. О врожденном пороке у своего ребенка Любовь узнала еще в период вынашивания. Спасти малышку могли только врачи перинатального центра. Именно здесь изначально планировали принять роды, но процесс начался намного раньше предполагаемого срока – прямо в канун Нового года, когда молодая мама уехала в Назарово встречать праздник с близкими. Как только начались схватки, врачи Назаровского роддома сообщили об этом в Краевой перинатальный центр. Отсюда бригаду медиков сразу же отправили на помощь. Благодаря санитарной авиации уже через два часа медики были на месте. Детский хирург Павел Ресницкий лично делал операцию новорожденной малышки. Сложность этой операции в том, что кишечник у ребенка внутриутробно все 8-9 месяцев он развивается в небрюшной полости, в полости матки, у матери там нестерильная среда. То есть у ребеночка хронический перитонит. Он живет с перитонитом, изначально развивается с перитонитом. Поэтому, когда он рождается, он уже инфицированный. Врачам удалось поместить органы ребенка обратно в брюшную полость. Малышку успели спасти буквально чудом, говорят доктора. Теперь ее жизни ничего не угрожает. А молодая мама не перестает благодарить врачей. Сейчас вообще большое спасибо врачам, Павлу Андреевичу, что хорошо операцию сделал. И что мы уже за такой срок короткий, мы уже готовы к выписке. Кстати, большое им спасибо. Что значит, суждено было нам выжить все-таки. Каждый год с подобным пороком в нашем крае рождается порядка семи детей. Дефект очень редкий, и причина его появления зачастую неизвестна. Но даже с таким, казалось бы, страшным и опасным диагнозом, который ставит еще не родившимся детям, можно справиться. И наши врачи делают это успешно. Эта история со счастливым концом. Еще одно тому подтверждение. Далее рубрика «Профессионалы». Сегодня мы познакомим вас с лучшим участковым терапевтом 2015 года. Почему именно этого доктора выбрали пациенты, расскажем далее. Девять утра. Скорая помощь едет на вызов к пациенту. Вот так начинается обычный рабочий день дежурного врача-терапевта. Кто там? Врача вызывали из поликлиники? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Прошу. Со своим лечащим врачом Зоя Федоровна знакома уже 18 лет. Такой стаж у терапевта Веры Володины. Именно она в первый же год своей работы смогла выявить причину гипертонии у этой пациентки. Долгое время вылечить болезнь, как выяснилось, не могли из-за проблем с почками. С тех пор Зоя Федоровна наблюдается только у этого доктора и благодарит судьбу за встречу с ней. Я благодарю вас, Вера Николаевна, что вы встречаете нас. Ну, я не буду говорить, что мы больные, но пациенты. Я благодарю вас, что вы к нам так хорошо относитесь. Спасибо за все. Веру Володину пациенты считают не только хорошим врачом, но и отменной хозяйкой. Она совмещает сразу две должности. Работает участковым терапевтом и заведующей поликлиникой номер 6. Не так давно это медицинское учреждение победило во всероссийском конкурсе. Поликлиника начинается с регистратуры. Награды считают пациенты действительно заслуженным. В 6 поликлинике работает колл-центр и веб-регистратура. Большие очереди здесь встретишь редко, да и отношения ко всем доброжелательны. Ведь чтобы человек пошел на поправку между врачом и пациентом, должно быть доверие. Вот у меня родители тоже болеющие. Папа мне говорит, если я прихожу к врачу и вижу, что он даже умный, но у меня нет к нему недоверия, я никогда не вылечусь. А прихожу и знаю, что это вот мой врач всегда пойдет на поправку быстрее, нежели нет контакта. Обязательно должен быть контакт пациент и врач. В 2015 году Вера Николаевна победила в краевом конкурсе среди врачей. Ее признали лучшим участковым терапевтом. К такому решению комиссия пришла, прочитав многочисленные отзывы пациентов. Теперь эта награда находится дома, ежедневно напоминая о себе, как благодарность за спасенные жизни. Профессия врача-терапевта, рассказывает Вера Николаевна, очень похожа на службу бойцов передовых линий фронта. Только сражаться приходится с болезнями. Вовремя их диагностировать, ставить правильный диагноз и назначать необходимое лечение. Каждый человек должен сам для себя решить быть здоровым и долго жить. А наша задача врачей – помочь ему в этом, чтобы он был здоровым и долго жил. Поэтому, если у кого-то есть какие-то жалобы, недомогания, какую-то недовольтворенность своим здоровьем, нужно обязательно обратиться за помощью к профессионалам, обратиться к врачу. Скажите слова благодарности врачу, который помог вам или вашим близким. Звоните в нашу редакцию по телефону 233-04-03. Далее рубрика «Мединфо». О самых значимых событиях, которые произошли в сфере здравоохранения края на этой неделе, расскажем прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В городе Железногорске ситуация стабильная, спокойная. Никакого ажиотажа, ничего нет. Превышения эпид-порога у нас нет ни по населению, ни по остальным группам, ни по детям, ни по взрослым. Нет. Очень низкий эпид-порог, не превышен у нас. Добавлю, что от обычного гриппа свиной отличается тем, что осложнения, вызванные так называемым вирусом АН1-Н1, развиваются молниеносно за 1-2 дня. Без срочного медицинского вмешательства последствия могут быть печальные. Симптомы заболевания могут развиваться буквально за 2 часа. Грипп начинается с кашля, высокой температуры, головной боли, тошноты. Насморка может и не быть. Что касается мер профилактики, нужно как можно чаще мыть руки. Придя домой, следует умыться с мылом, промыть водой носовые ходы, избегать мест массового скопления людей. При первых симптомах вирусной инфекции не заниматься самолечением, обращаться к врачу. В краевом онкологическом диспансере провели редкую операцию. Беременные женщины с диагнозом рак груди сделали кесарево, а затем сразу же удалили опухоль. Это позволило спасти ребенка. Раньше при такой патологии врачи настаивали на прерывании беременности. В операции участвовали онкологи и врачи перинатального центра. Они отмечают, что малыш появился на свет здоровым. Новорожденного назвали Димой. Это четвертый ребенок у пациентки. Врачи отмечают, что каждый год в онкоцентре проходит порядка 5-6 родоразрешений. Есть проблема онкологическая беременность и рак. И что делать? Раньше категорически не рекомендовали беременность. Если она наступила, то считалось, что это очень большой фактор риска для заболевшей женщины, и что беременность нужно прерывать. Сейчас такой категоричности нет. Сейчас каждый случай рассматривается индивидуально, и определяется возможность пролонгирования беременности. Затяжные морозы, которые пока не покидают Красноярский край, могут привести к так называемому полярному синдрому. Он характерен перепадами настроения, нервозностью, ухудшением сна и работоспособности, отмечают врачи. Организм становится уязвимым для болезней. В этот период специалисты советуют есть как можно больше овощей и фруктов ярких цветов. Красные яблоки, апельсины, мандарины, перцы, свежую морковь. Два-три раза в неделю необходимо заниматься спортом, чаще улыбаться и вовремя ложиться спать. Красноярские ученые разработали метод, который помогает снизить смертность от гнойного перитонита. Каждый год из-за него умирает более 300 человек в нашем крае. В чем суть новой методики? Расскажем в следующем сюжете. Сергей Валерьевич – житель города Ачинска, по профессии врач. Случилось так, что месяц назад он сам оказался на операционном столе. Из-за воспаления кишечника развился перитонит. Гной распространился по всей брюшной полости. Шансов на спасение было немного. Целый месяц Сергей находился в отделении реанимации. За это время ему провели 9 операций. Я обязан жизнью этим людям. Как благодарность. Чтобы удалить гной таким пациентам, врачи разрезают брюшную полость и буквально промывают внутренние органы. Такую процедуру необходимо делать несколько дней подряд. При этом пациент находится с открытой раной живота. Смертность в таких случаях очень высокая. Более 300 человек в крае погибают от перитонита ежегодно. Чтобы снизить эту печальную статистику и предотвратить попадание инфекции, медики придумывают различные приспособления. Вот такое, например, соорудил врач одной из районных больниц. А это последняя разработка красноярских ученых, которая помогла спасти и Сергея. Это специальная конструкция, которая удаляет ненужную жидкость из брюшной полости и одновременно защищает от инфекции. Вакуум-ассистированная лапаростома предполагает установку в брюшную полость специальной пленки, которая препятствует присасыванию кишечника, губки, которая имеет специфические характеристики. И вот эта конструкция подключается к аппарату отрицательного давления, который постоянно из живота удаляет воспалительный эксудат и способствует быстрому очищению брюшной полости и купированию воспалительного процесса. Благодаря новому изобретению, срок реабилитации таких пациентов сократился. Врачи уверены, снизится и смертность от перитонита. В ближайшее время такое устройство начнут применять во всех больницах нашего края. А в Краевом фонде науки обещают продолжать оказывать поддержку подобным очень важным изобретениям. На этом у меня все. Желаю вам крепкого сибирского здоровья. Увидимся через неделю. Продолжение следует...